Виталий, приветствую тебя! Традиционно это тот человек, который может стать источником довольно неплохой динамики на площадках, поэтому чем бы вы ни торговали, будьте бдительны, будьте внимательны, контролируйте риски загрузки депозитов. Это классические напутствия, они, конечно же, важны. Ну что, Виталий, давай тогда подведем итоги наших прошлых рекомендаций. Начнем мы по старинке с меня. Так, демонстрация должна была уже пойти. Да, видно. Отлично. Так, в прошлый раз мы пытались, ну я пытался, опять же, перехитрить индикатор рыночных настроений, все-таки следил за ним, искал хороших уровней, хороший уровень для развития нисходящей динамики. Ну, вот отчасти их проморгал. Рекомендация по евро-доллару была байса уровня 1.12.80, то есть фактически вот здесь, по-моему, мы, получается, 11 июня ведь у нас была встреча, да? Да. По-моему, так даже. Короче, отложка была, секундочку, сработала небольшой отскок и, собственно, по безубытку закрылся, потому что рынок улетел ниже. Low фактически уже был на отметке 1.12.11. И, судя по всему, если оценивать динамику рисковых инструментов, вот эта нисходящая коррекционная динамика может быть продолжена и перерасти уже в новый нисходящий тренд. Общаясь, опять же, с коллегами, многие отмечают, что, наверное, распродажи продолжатся, и мы вполне можем претендовать даже как продавцы, если кто-то открывал именно в сейл на значение 1.10 или вот чуть повыше. Я пока что, собственно, вне рынка по паре евро-доллар, я вижу сейчас более интересные фундаментальные возможности по фунту, и, в принципе, сегодня хотел бы дать рекомендацию по тому, как действовать именно с британской валютой. По индексу доллара тоже была рекомендация. Я был абсолютно уверен в том, что после заседания американского регулятора мы получим комментарии от непосредственных резервов, от Джерома Павла, который должен немножечко успокоить общественность, которые уже стали переживать за то, что будет с долларом дальше. Потому что ранее, по-моему, неделю назад, когда мы разбирали с тобой ситуацию, я делал акцент, что из-за риска обесценивания американских активов очень многие крупные инвесторы начинают их сбрасывать. Поэтому мой расчет с позиции фундамента был на то, что нужно дождаться того, что скажет Павел, и он, скорее всего, возьмет на себя миссию того человека, который немножко успокоит вот эти скептические настроения. В целом, можно сказать, что пока что он очень неплохо справился с этой ролью, потому что не стал заливать рынок комментариями конкретики относительно того, что будет с следующими шагами по стимулированию. То есть те, кто ожидал снижения доллара, рассчитывали, что во время пресс-конференции Джерома Павла анонсирует, например, еще триллион или чуть больше доп. стимулирования, который вступит в силу вот через такую-то программу либо инструмент стимулирования. Но в итоге этого не произошло. Джерома Павла взял ожидательную позицию и отметил, что лучше нужно посмотреть за тем, как сработают прежние экономические стимулы. Продавцы пытались вот здесь все-таки окончательно забороть покупателей и увести индекс к новым многомесячным минимумам. Но, как мы видим, инициатива в конце концов оказалась на стороне покупателей. Сделка сработала с уровня, по-моему, байлимита я анонсировал с 96, соответственно, сейчас мы на уровне 97,34. Take Profit рекомендовал обозначить в районе 98. Друзья, те из вас, кто, как и я, верят в дальнейший рост американской валюты, здесь нужно, конечно же, держать позиции. Может быть, даже попробовать закинуть Take Profit в район уже диапазона 99 стоп, потому что если тенденция будет развиваться таким же образом, как и сейчас, ну, действительно, этот коррекционный откат может перерасти в нечто большее. А стоп-лосс, как и раньше, я предлагаю оставить там на уровне 95,60-95,50. Вот если все-таки индекс продавит к этим отметкам, возможно, американскую валюту можно будет уже хранить, но пока что торопиться не будет. Сегодня я бы хотел дать рекомендацию по пункту, потому что впереди заседание Банк Англии, и до заседания мы с тобой проведем еще одну встречу. Я верю в распродажи, собственно, британской валюты, потому что Банк Англии должен анонсировать снижение процентной ставки и расширение программы количественного смягчения. Там пошли бы на 100, на 150 миллиардов, это уже достаточно, да и фунт уже активно валится, терял больше 300 пунктов с локальных максимумов, которые мы видели, они находились выше уровня 1,28. И поскольку не до конца, не в полной мере вот эти ожидания по стимулам еще заложены в курсе, считаю, что этот потенциал мы еще можем отработать. То есть, селл-лимит, коррекция в расчете на отбой от уровня 1,25, тейк-профит, я думаю, что можно закинуть в район 1,21-1,22. Что касается стоп-лосса, то предлагаю уровень 1,25-70. Уверен то, что фунт окажется на этой неделе одним из самых аутсайдерных, скажем, финансовых инструментов, потому что, ну вот настолько ожиданий участников рынка по доп. стимулированию я не видел, чтобы закладывались в динамику уже давно. К тому же у нас есть не менее слабые ожидания по Брекзиту в плане того, что сегодня пройдет очередной этап переговоров, но, как и всегда, зная, насколько страны по-прежнему далеки от того, чтобы найти какой-то компромисс, против фунта может выступить еще и политическая тема, которую также нужно использовать. То есть я сегодня остановлюсь на одной идее, потому что по другим инструментам особо ничего интересного не увидел, но думаю, что по ходу недели мы с тобой найдем вместе какие-то дополнительные возможности. Виталий, тогда слово тебе передаю. Хорошо, спасибо. Так, сделал демонстрацию экрана, видно, Артем? Да, уже видно. Хорошо. Итак, всех приветствую. Сейчас сделаю разбор тех идей, которые я давал в среду. Также дам новые идеи. Планировал давать минимум идей, так как всю ночь уже начало падать, что-то расти. Ну, найдем что-то интересное. Возможно, даже три идеи, чтобы было, скажем, четыре, как всегда, идеи в сумме. Итак, в прошлый раз, точнее в среду, я давал идею в шорт по биткоину. Это значения были где-то в районе 9800 в этом диапазоне. Со стоп-лоссом я закидывал стоп-лосс за хай. Также предлагал более короткие стопы ставить выше 10 тысяч с копейками. Кстати, у меня стоп лично стоял в районе 10.30. До него не добили, мне очень повезло, там около 40 долларов. То есть у нас был хай 9, 990 с копейками. То есть очень повезло. И, в принципе, мы очень хорошо ушли сразу, там через один день вниз, в район 9 тысяч. Сегодня еще более ниже. Цели я ставил в район 9 тысяч, там, возможно, 8500 и 8000. То есть практически мы половину пути сделали, достаточно хорошую, около 800 долларов. То есть тех значений, которые я давал, это 8%. Сейчас можно, что сделать, половину сделки закрыть, по желанию все. И если те, кто оставляет часть сделки, может стоп-лосс поставить за сегодняшний хай, это в районе 9400. С надеждой, что вот этот тренд, который сейчас идет, коррекция небольшая, да, возможно, будет более сильное снижение. Коррекция в район, там, 8500, 8000. И, возможно, скажем, это рынок уже рассудит, будем падать более сильно. То есть что дальше будет по биткоину, сложно, скажем, сказать, с технической точки зрения, потому что здесь есть предпосылки, как и для сильного роста. Все время есть спрос на данный актив после падения. Поэтому есть, скажем, тенденция на то, что если будет пробитие 10 тысяч, можем улететь очень хорошо в район, там, 14-15 тысяч, возможно, и выше. Поэтому стоп-лосс подтягиваем и удерживаем сделку. Дальше также была идея на понижение по нефти марки Light, а также Brent, в принципе, я говорил, там, на любителях, кто что торгует. Рекомендация на шорт была в районе, там, 38 с копейками в среду. И, кстати, там чуть позже, уже по окончанию дня, сформировалась хорошая модель 2. То есть я уже в пятницу в обзоре обсуждал это с более хорошими ценами. По этой модели я проведел ранее на канале iMarkets для их участников вебинар по этой модели. Поэтому кто смотрел и хорошо изучил, мог еще дошортить и по лучшим ценам войти на понижение. То есть с 38 ставил я цели среднесрочные. На сегодня мы сделали практически там под 400 пунктов, дошли к сильному уровню поддержки. Здесь можно часть зафиксировать сделки, часть перенести без убыток. Это первое. Или, скажем, перенести чуть ниже, скажем, такой трейлинг-стоп поставить за пятничный хай, в районе там 37 поставить, допустим. С надеждой на то, что вот эта коррекция, которая пошла по нефти, она, возможно, затянется в район там 30, возможно, ниже. То есть что дальше будет, это сложно сказать, но потенциал для снижения еще есть. Поэтому часть сделки закрываем, чтобы заработать что-то на этой сделке, если кто-то торговал, часть удерживаем. Итак, на сегодня, что бы я хотел сказать по рынку, это дать лонг-идею по инструменту доллар-иена. Конечно, здесь бы лучше подождать, как дневочка закроется, чтобы ее не скинули, как было в понедельник, по доллар-франку, когда, скажем, это было на опережение. Потому что так, то, что рынок дает, то мы в 10 утра всегда в понедельник и среду торгуем. Поэтому покупочка с текущих 107.25, плюс-минус, кто там будет записи смотреть, чтобы если далеко не уйдем вверх или вниз, можно, скажем, купить. Если кто-то будет смотреть условно в записях, мы где-то будем на минимумах торговаться, пятничных, я бы здесь уже не покупал. Здесь уже будет опасочка. То есть со стоп-лоссом я бы поставил за минимум пятницы, это 106.55 и профитом, скажем, в район 107.85 и, скажем, вторую часть можно поставить в район 108.50. То есть потенциал здесь есть неплохой. Это будет ли коррекция или дальнейший рост какой-то сильный наверх, скажем, рынок рассудит. То есть это первая идея в лонг. И вторая идея будет на понижение золота. В принципе, я в пятницу на открытом микрофоне предлагал шортить золото. Возможно, шортить его, скажем. Это было рискованно, но цены были неплохие со стоп-лоссом за хай четверга. Да, мы его не снесли, кстати, в пятницу. Сегодня утром неплохие точки были для захода в районе 8 утра. Ну, будем сейчас шортить стекущих. 1720 со стоп-лоссом за пятничный хай. Получается, это у нас 107.43. Здесь что у нас может получиться? Или еще более глубокая коррекция. То есть можем где-то вот на этом диапазоне фиксировать часть где-то там в районе 1700. И вторую часть оставить на, скажем, снижение глобальное. Потому что с этой точки мы, в принципе, можем очень хорошо свалиться. Если не будет, не снесут вот эти хай, которые были там в четверг-пятницу. Поэтому я пока по золоту медвежий глобально настроен. Рынок уже рассудит. Если будем пробивать снова хай, то там могут и улететь хорошо вниз. То есть это вторая идея. Ну, добавив, дам третью там в течение... Так. Хотел по индексу Nasdaq. Но так как он уже начал падать, этой ночью на сессии Азии, на открытии Европы. В принципе, уровень я ранее анонсировал по нему. 9740, следить за ним. Здесь сложный пробой хороший пошел. Давайте в таком случае для более интереса будем... Добавим Tesla акции. Они входят в индекс Nasdaq. Сейчас Tesla не торгуется. Она будет торговаться в 16.30. Если открытие рынка не будет сильно глубоким, допустим, там, как видим, Nasdaq уже пошел вниз. И в таком случае, если не будет, скажем, гепа сильного низа, мы будем торговаться, ну, допустим, в диапазоне там выше 900. Да, выше 900 долларов, там, если оно еще выше откроется, еще лучше будет со стоплосом. То есть это диапазон для шартов. С стоплосом за хай тысячу, там, 50. С той надеждой, что, скажем, по индексам американским пойдет глобальный разворот. Это как вариант. И Tesla, я думаю, тоже может уйти сильно хорошо вниз. То есть это будут такие среднесрочные цели. Можно там, конечно, часть скинуть, если она все-таки уйдет вниз. И удерживать ее на глобальное падение, там, на обнуление, как скажем так. Потому что ее уже раз тестировали тысячу долларов несколько месяцев назад. Сейчас еще раз не смогли закрепиться выше, скинули. Поэтому сделка рискованная, конечно, потому что здесь очень сильный тренд. Но, скажем, кто не рискует, тот не зарабатывает. Поэтому на сегодня пока все у меня. Спасибо тогда, Виталий. Ну что, следим за рынками. И в следующий раз, на следующей встрече, в среду, подведем итоги и посмотрим, что интересного будет уже к среде. Спасибо тебе за внимание. Спасибо, до свидания. Точнее, за участие и прибыльной торговой сессии и всей недели. Пока.